друзья всем привет батон привет привет передай всем привет друзья всем привет я на дежуре сегодня 4 число всех с праздником с днем единства так у нас на градуснике 3 градуса всего для батон ведь и кроссовчик тему ведь его и кроссовчик играться хочешь ладно с ним потом поиграем так что я сегодня опять скажем так так что я хотел посмотреть я хотел посмотреть батона что-нибудь покушать об она батон тут просто на котлетосах японский городу ну все покушать у него есть тоже есть ну все все в порядке все отлично не будет он голодать ладно рисуем как говорится журнал и будем ждать заявку вот на такой вот прекрасный телефон все отлично всем хорошего просмотра и прекрасного настроения ну все кофейку я налил путевой лист заполнил час мы съездим с 9 часов будет зайдем терапию сегодня выходной надо подписать и терапевта чтобы у меня проверил давление бам-бам-бам-бам-бам-бам и нам сегодня надо еще с вами на заправочку съездить на заправку да еще хотел сказать ночью у нас прошел дождичек такой интенсивный прошел дождичек я думаю сегодня будет холоднее ну ночью было где-то один градус тепла всего сегодня будет 7 градусов тепла днем ну все очень точно уже наступила наступила осень так сейчас буду думать чем не заняться друзья чем не заняться чтобы не сойти с ума чем не заняться может разобрать что-нибудь что-нибудь ладно может быть этот приедет придет как он механик ремонтник с ним пообщаемся может что-нибудь придумаем а мне видите никак не отойти мне надо быть на телефоне мало ли что куда-то надо срочно ехать а вот он ключ вот он ключ мало ли что нужно будет ехать до куда-то а меня на телефоне нету ну-ка потом попу попу что у него есть покушать что то есть кормят кормят батона так поехали съездим терапевту друзья а потом сразу съезжу 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 славу на заправку всего резолюцию поставила женщина сегодня женщина для чего горит мерить будем давление если хотите померяем она как у вас давлением я году все в порядке она гну и все тогда потом спросила у меня горит а как миллид вверх дозвонится я бы я даже не знаю наш локальный номер��aris вообще игры честно говоря вот надо что-то узнать сейчас меня так вот спросили а я вот как говорится ни ухом нерве он не знаю даже как так нам дозвониться так вот тут нагрид потому что гэрт с инфекцией иногда говорить не могут до вас дозвониться гейз звонит нам сигарит не знаю машина на телефону Говорит, и у нас раньше был журнал, мы вас записывали, кто приходил, мерили давление и тому подобное. А сейчас, говорит, вы давно к нам не приходили? Я говорю, ну вот на выходные заставили к вам ходить. Такие дела. Ладно, едем, заправимся. Так, здесь немножко у нас раскопали. Трубы, наверное, будут какие-нибудь прокладывать. Здесь, на удивление, вообще сделали, можно сказать, быстро и качественно. И асфальтик положили, и трубы уклали. Вон, даже дорожку пешеходную делают, молодцы. В этом плане молодцы. Молодцы. Опа, я даже удивлен, я даже удивлен, что так быстро сделали. Опа, все, поехали. Все, друзья, заправился. Бензин 92 стоит 57,30. Бам-бам-бам, бам-бам-бам. Вот такие цены. Так, ну все, по объездной сейчас поедем. Как всегда. Проскочил по объездной. ДТ-7107. Вот он, на той заправке вижу. Все, прилетела заявка, друзья. Едем в центр переливания крови. Съездим быстренько. Посмотрим, что у нас творится в городе. Ну, дорога одна и та же, через первую речку. Но все равно. Все равно. Здесь люди выходной работают. Значит, им платят деньги. И это хорошо. И это радует. Так, тут небольшая пробочка. Порубочка, пробочка. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? На проспекте Столет Владивостока. Остановка Парк Победы. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Ну, все спокойно. Все отлично. Все спокойно. Сегодня выходной. Сегодня всех с праздником, друзья. Еще раз. Так, сегодня выходной. Так что, дороги пустые. Отлично вообще. До первой речки добрались до... Десять минут. Ух ты, кабриолетик. Носится как. Кабриолетик. Ну, не в такую погоду, братан. Братан, ну ты че? Ну, блин. Ну, холодно же. Мазда. Мазда. Рейдстер. Как, если я правильно говорил? Рейдстер. Мазда. Ну, в шапке. В теплой шапке, да? Или в капюшоне. В капюшоне. В теплом капюшоне нормально сойдет. Тойота, еды. О, погнали, погнали. Кто кого первый перегонит. Сумасшедшие пацаны. Гоняю. Кто кого. Ну, едышка тоже молодец. Едышка хорошая. Хорошо он проскочил. Так, все, кровь привезли. Блин, поднялся ветер, друзья. И стало холодно. И стало прохладно, скажем так. Так. Одно дело сделали. Главное, сейчас время час. Ровно. Сейчас пообедаем. Пообедаем. Отдохнем. Может, попозже еще куда-нибудь съездим. Отдохнем. Мне аж смешно стало. Так устал. Так устал. Ой-ой-ой. Че ты лаяшь? Че лаяшь? Ой-ой-ой. Лай. Че за лаял? Что за лаял? Ну, наверное, чувствует. Чувствует, что ему Игорь Николаевич. Котлитосов наложил. 8 штук. Скоро будет кушать. Опа. Надо кофейку налить. Кофейку налить. Оп. Написать бумагу. Кофейку налить. Так. Чуть-чуть кофейку попил. Че там? Котлитосы немного растаяли. Растаяли. Надо батону дать. Пусть кушает. Сейчас к Сергею должен приехать. Дружбан. Мы с ним как-то разговаривали. Он хотел. Говорит, купи у меня машину. Типа, хочешь, купи у меня машину. Че-то с ним разговаривали. Короче, он мне звонил. Говорит, ты что? Говорит, на службе? Я говорю, да. На батон. Кушай. Кушай. Че у тебя тут валяется? Ну, он говорит, это. Причасту я приеду, покажу тебе машину. Делай, давай, кушай. Кушай давай. Я говорю, давай, подъезжай. Должен подъехать. Должен подскочить. Вроде едет. Вот такой аппарат. Огонь. Просто огонь. Немного ржавая эта ерунда. Так, правильно, без пяти семь. Так, должны, наверное, позвонить. Наверное, поедем с вами. Друзья. Отнять туда же. А я к батону пойду, скажу. Посмотри. Да, батон, ты поел? Да, поел, наверное, да? Батончик. На, все съел. Ладно, я приеду, короче, тебе дам. И тебе дам сухой корм. Сейчас пока давать не буду. Фу, похолодало. Ёпа-раз-это. Так, ждем звонка. Надо немножко убраться. Подготовиться ко сну. Опа. И все будет замечательно. Так, я приехал, я приехал. Так, я приехал. Батон. Батон, батон, батон. Так, что я хотел, друзья? Я, наверное, машину поставлю в гараж. Потому что ночью прохладненько. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Что мне? Потом вставать ее, прогревать. Да, батон. Я посмотрю, я ему тут насыпал. Он съел, что ли? А нет, у тебя немножко тут осталось. Ничего ты сегодня кушаешь. Молодец. Ладно. Сейчас тут все сделаем. Потихоньку. В холоде держать смысла нет. Загоним, да и все. И будет шоколад. Пусть стоит. Потому что у меня там повара, когда садятся. Некоторые говорят, говорит, у вас летом жарища в ней. Зимой, говорит, холодно. Да, батон? Так что, ладно. Заедем. Не за мной. Приятно. В машину садиться в теплую, честно говоря. Где эти ключи, елки-мараши? Приятно же. Конечно, приятно. В машину садиться, когда она теплая. Да, батон? Чего? Вот. Бам. Бам. И все. Машинку поставили. И отлично. Чего еще хотел сказать, друзья? Ну, насчет, как говорится, чтобы не тянуть резину, насчет машины. Машина 2001 года, универсал. Королла универсал. 2001 года, 1,3, двигатель 4Е, FE. Бензина, можно сказать, не ест, рессорная. Ну, Серега сказал, говорит, рессоры, там три штуки, я еще точно не смотрел, но сказал, говорит, три листа. Передние амортизаторы поменены, двигатель, этот самый контрактный поставлен. Говорит, отъездил на нем всего 10 тысяч километров. Аккумулятор новый, все масла поменены, как говорится, все антифризы и тому подобное. Все поменено, все нормально. Немножечко, чуть-чуть у него там есть рыжики есть по низу. Немножко, он говорит, они не ржавые, там надо просто отполировать, закрасить, зашпаклевать. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Немножко сделать, как сказать, сделать немножко химчистку, помыть, почистить, там где-то что-то. Ну, для себя, как говорится. Резина там нормальная, вообще резина такая плотненькая, хорошая. В общем, для работы, для работы, такой автомобиль сойдет. Цена вопроса 300 тысяч рублей. Сейчас я с семьей посоветую, поговорим, пообщаемся, туда-сюда. Стоит, не стоит, потому что если машину брать, если брать свежую машину, даже того же пробокса, ну, надо рассчитывать где-то на миллион, друзья, миллион. Ну, миллион для меня это слишком много. Миллион брать в кредит, сейчас не знаю, с этими, как говорится, с этой обстановкой, что, как, зачем и почему, можно, в принципе, и впухнуть, а может быть и нет. Не знаю, сейчас сам в таком, как говорится, расположении духа, что и деньги, вроде бы, нужно зарабатывать. Ну, и в кредит не хочется влазить. Тоже не знаешь, что с этим будет. У нас сейчас такая обстановка, что в стране, что, не знаю, там. Инфляция, чем дальше, тем больше, чем дальше, тем больше. Банк, ставку, как говорится, рефинансирование, все поднимает, поднимает и поднимает. Людям все бабки больше, больше, больше и платят. Непонятна такая обстановка, я сам сейчас, как говорится, в раздумьях. Ну, даже если и были бы у меня эти деньги, я бы, конечно, в них, в эти деньги бы куда-нибудь вложил. Какой-нибудь, не знаю, или недвижимость, или какой-нибудь, ну, грубо говоря, или в автомобильную тиманику, или в золото, или в квартиры, или в гаражи, все равно надо куда-то деньги вкладывать, потому что непонятно в стране, что творится. Это раз. Ну, это раз, а во-вторых, ну, что-то, все равно движение какое-то. Я, друзья, уже, честно говоря, я уже устал. Я уже пополнил, что я ему хотел сказать, во-вторых. Во-вторых, я уже пополнил, друзья, на 10 с лишним килограмм, представляете? От того, что я ни хрена не делаю, сутки через четверо, ну, японский городовой. Спортом заняться, ну, ладно, можно спортом заняться, но от этого же в кармане не прибавится. Надо находить какую-то работу. Находить работу надо только на своем автомобиле, потому что без своего автомобиля, как просто ты водитель, ты никому не нужен. Это, ребят, это 100%. Я уже сколько, уже 3 месяца ищу работу, вот немного находил, и то на своем автомобиле. У сына брать, но у сына же не будешь постоянно брать машину. Надо иметь что-то свое. Ну, и на таком автомобиле можно и на море съездить, и хоть куда там. Раскладушка. Заднее кресло убрал, сложил. Вот тебе, пожалуйста, спи и отдыхай. Так что, я думаю, что этот вариант неплохой. Ну, и сам муж шевелится. О, мне звонят. Кто-то звонит. О, как раз Сергей-то мне и звонит. Да, Серега. Ну все, мы с Серегой переговорили немного, поотрещали языками там, как говорится, о прошлом, о будущем, о настоящем. Короче, так, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, я тут немножко расстелился. Все, убрался. Сейчас немножко надо будет. У меня тут немножко плова есть. Сейчас покушаю. И все. Лежим отдыхать. И нам что там? В 5 часов утра нам надо будет ехать. На связи я уже будильник завел. Машинку выгоним. Машинка стоит в тепле. Самое главное, что машина стоит в тепле. Ништяк. Тепло, друзья. Вообще просто. В гараже тепло. А на улице холодно. Все, машинка стоит. Все, ништяк. Пусть греется. Что ее? Что напрягать? А на улице там прохладненько. Я вам скажу. Ой, что-то я тут закрылся. О, немножко освежится. Немножко освежится. Что, Батон? Ты там кушал немножко? Сейчас посмотрим, кушает, не кушай. Ну, кушает. Молодец. Все. Вот он. Давай. Давай отдыхай тоже. Охраняй. Дядя Игорь, охраняй. Понял? Вы мне говорите, с ним погулять и тому подобное. Друзья, я задавал этот вопрос. Я уже как-то отвечал на него. По поводу гулять. С ним гуляли раньше. И он, как говорится, он же такой, как говорится, хоть и лает, но дружелюбная собака. И он убежал, короче. И потом еле-еле его поймали. Еле-еле его поймали, друзья. Ну, судьба у него такая сидеть на цепи. Зато он лает. Вот если бы, как говорится, его хозяин говорит, если бы он не лаял, он бы жил бы, как говорится, на квартире, на дому. Собака четкая вообще. Ну, так как он лаял, 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 соседи начали ругаться и говорят, сколько можно, сколько можно, собака лает, лает, лает. Ну, значит, ему вот, суждена у него судьба такая, сидеть на цепи и лает, да, с батон. Нормальная собака, охраняет, все отлично. Че, шерсти у него много, он не мерзнет, он не голодает. А так, видите, убежит, потом будет беда, не, не надо. Ладно, пусть сидит, пусть сидит на цепи. Для этого и нужна собака, чтобы сидела на цепи. Ладно, а мы че, а мы че. Сейчас перекусим. Сейчас перекусим. И посмотрю что-нибудь, какие-нибудь видосики. И все. И буду отдыхать. Всем спокойной ночи. Так, всем доброе утро, друзья. Доброе утро. Мы с вами едем, едем, едем. Конечно, когда машина стоит в гараже, ну, это просто чудеса. Сел в машинку, она тепленькая, свеженькая, едет спокойненько, не дергается, не кипишует. Вообще, просто замечательно. Обалдеть. Хорошо. Все, друзья, привез я, поваров привез, осталось мне только в детском сексе съездить в лабораторию, там отвезти, девчонок, и все. И все на этом, да, батон, у тебя там че, покушать есть? Это закрепил он че-то, простыл что ли? Да, не хреби, не хреби. Надо этому Игорю сказать, что-то закрепил, что-то не знаю. Че, пил холодное что-то? Что ты? Ну-ка, перестань болеть, ты че, батон? Так, и все, съездим. Сейчас, через минут 20-30. Опа, и все будет окей. Опа. Так, друзья, только я собрался домой, подписал все документы. Как говорится, все подписал, все сделал, убрался, заправился. А мне звонят с переливания крови, говорят, срочно, срочно надо съездить. А время уже 10 минут 8-го. Ну, ладно, что теперь? Ну, я сказал, говорю, там, женщине. Я говорю, я уже документы все подписал, давайте в следующий раз вы мне там распянули. Она говорит, не проблема, не проблема, надо ехать. А я, наверное, понял, почему, потому что мы вчера с ней разговаривали, я вечером ездил за кровью, и там было всего три пакетика крови. Я говорю, что там маловато вообще, она говорит, да, девочку готовят к операции из-за города откуда-то. И она говорит, ей, говорит, нужна кровь. А я, когда кровь забирала, она говорит, у нас кое-чего нету. Вот, едем забирать то, что есть, как говорится. Едем забирать. Ладно, быстренько сейчас съездим, быстро, быстренько съездим. И быстренько домой. Так, главное, у него пробки не было, е-парасоте, да. Те же может быть, пробки, пробки, пробки. Все же на работу едут. Да, в таких случаях быстро не получится, быстро не получится. Хоть и нужно срочно кровь, но как? Самый, как говорится, пик. Все едут на работу. Бам-бам-бам. Время полвосьмого начинает светать. Ну, уже более-менее хорошо. Но я думал, будет хуже. Доехали мы, друзья, уже тут. Первая речка, нам тут чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Ну, друзья, едем уже обратно. Я-то думал, будет хуже, да нет, нормально. Время без 10.8. Как бы не сильно мы, не сильно там. Я думал, будет задержка сильная. Ничего, все, мы тут едем уже обратненько. Опа, по Уткинской. Все, честно, народный проспект. На Партизанский проспект. А там бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Фу, друзья. Ну, осталось мне преодолеть сопку. И все. Деревья голые. Листья все попадали. Вид отсюда замечательный. Все видно. Ну, все, отработай. И слава Богу. Фу, сопки-сопки. Молодец, сух. Сопки-сопки. Вверх-вниз. Фу. Ну, да. Может быть, похудею. Может быть, похудею. Фу. И так растолстел уже. Да. Да безобразие. Фу, друзья. Ну, все. Как говорится, всем спасибо. Всем пока-пока. Всем пока-пока.